Всем привет друзья, с вами Фил и сегодня я расскажу вам о одном из самых сложных официальных розыгрышей от разработчиков и о небольших фиксах вышедших на этой неделе. Но перед тем как мы начнем хочу снова порекомендовать вам свои телеграм-каналы со стикерами и самыми трешовыми видео. Если еще не подписаны, обязательно это исправьте и в следующий раз точно не пропустите раздачу стикеров МДК и трешовые видосы, которые появляются там раньше, чем на них начинают хайпить. Все ссылочки оставлю в описании. Теперь давайте о пабге. Никаких толковых обновлений на этой неделе к сожалению не было. Единственное чему мы можем порадоваться, это небольшому хотфиксу, который исправил фпс во время полета с парашютом и теперь он не должен так сильно снижаться. Плюс пофиксили баги со статусом готов, который не отображался когда мы были в команде и заходили в билет выжившего, а также исправили ошибку с пустым колесом эмоций в первой катке. Вот в принципе и все. Правда есть еще один интересный конкурс от разработчиков, в котором можно выиграть 15 толстовок и 15 фирменных кепок с тематическими изображениями игры. Для того чтобы принять участие в конкурсе нужно даже поиграть в паб. Конкретно на этой неделе надо убить трех противников на карте Ирангель, используя исключительно снайперскую винтовку. Двоих вражи нужно задавить на машине. Естественно все 5 киллов должны быть у вас записаны. Если пользуетесь хайлайтами, то проблем с этим не будет. Если же нет, не забывайте включать запись вручную. Когда сделаете 5 видосов, останется только отправить их разработчикам через специальную форму. Разместить их у себя на странице вконтакте, плюс сделать репост записи, указанные в инструкции и естественно быть подписанными на официальную группу пабга вконтакте. Вы уже тоже охренели от условий? Вот такая вот спорная халява. Конечно кому очень нужна толстовка и кепка, запотеть в принципе можно. Только учтите, что ограничений там гораздо больше, чем те, что я только что перечислил. К примеру, афкшников убивать нельзя. Такие видео засчитываться не будут. Также не будет засчитано видео, если разработчики не смогут разглядеть там ID матча, что по факту тоже полный бред. Для тех, кого это не смутило, сам розыгрыш уже начался и заявки на участие принимаются до 13 августа. Но честно мне кажется мало кто будет делать такие заморочки ради такого приза. Поэтому у участвующих шансов в принципе прилично. Благо это не последний конкурс и на следующей неделе нас ждет розыгрыш видеокарты NVIDIA GTX 1080, что куда более интересно, чем шмотки. Однако, что-то мне подсказывает, что квест будет еще сложнее, помимо всех этих репостов и съемки видео. Но об этом поговорим чуть позже, когда узнаем непосредственно сами условия. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал и не забывайте включать колокольчик. А последнее, что я хотел бы вам сегодня рассказать, это Кубок наций в PUBG. Вы возможно уже видели интригующие трейлеры, множество рекламы, посвященные данному турниру. И вот сегодня нам показали состав, который будет представлять нашу страну на этом грандиозном событии, проходящем с 9 по 11 августа. Всех игроков вы видите сейчас на экране и думаю в представлении они не нуждаются. Те, кто следят за киберспортивным пабгом, должны были всех узнать. Ну а те, кто не особо следит, сможете узнать результаты выступления своей страны также в одном из следующих видео. И на этом на сегодня все, всем спасибо, что смотрели, поддержите видео лайком, удачи вам и пока-пока.